Девушки отдыхают Девушки отдыхают Промышленная робототехника Участники самостоятельно запрограммируют робота Для лазерной резки детали будущего судна В финале мы выберем команду, которая лучше справилась с заданием Урок проходит в рамках федерального проекта Успех каждого ребенка Национального проекта образования Всем привет! С возвращением на шоу профессии Продолжается наше путешествие по бескрайнему океану навыков и компетенций Я думаю, что вы уже догадались Сегодня отрасль судостроения Я поведу наш корабль к острову сокровищ Но вместо золота сегодня будут баллы за выполнение заданий А в качестве капитанского попугая Выступит мой робот Соведущий СПОша Я бы предпочел быть ботсманом Хорошо, как скажешь Но давай тогда узнаем, как себя называют наши участники Начнем мы с команды Фиолетовых Ребята, привет! Здравствуйте! Рассказывайте о себе, как зовут, где учитесь, сколько лет И, возможно, ваши достижения за последний год Меня зовут Роман Рогачев Начал я заниматься робототехникой с соревнований Таких, как WorldSkills Ну, надеюсь, много кто уже об этом знает Так как у нас проходил такой чемпионат мировой в Казани WorldSkills International называется Ну, я как раз в нем и участвовал По компетенции промышленной робототехникой Сейчас являюсь мировым чемпионом То есть, получается, чемпионат мира ты занял первое место? Да По промышленной робототехнике И сейчас стою в национальной сборной России То есть, и готовлюсь на европейский уже чемпионат Помимо робототехники Тонаром больше ничем не занимаюсь Как бы... Это занимает огромное количество времени? Ну, конечно, да Слушай, а получается, какая градация? Ты выиграл чемпионат мира? Какая следующая ступень? Ну, чемпион мира, все, ты все выиграл Или еще есть какой-то более крутой чемпионат? Европейский? Это такой же мировой чемпионат Только по Европе Ну, я тебе искренне желаю Победить в Европе И стать вообще лучшим в своем деле Спасибо большое Дай познакомься с твоим коллегой Привет! Я Михаил, здравствуйте Я тоже занимаюсь робототехникой Я занимаюсь буквально всего год Но при этом за этот год я уже стал Чемпионом России по робототехнике Начал с регионального чемпионата На нем я занял только второе место Только Об этом мечтают миллионы вообще людей Только Это круто Помимо робототехники У меня хватает еще времени На то, чтобы заниматься музыкой и спортом Играешь на инструменте? Да, я играю на барабанах Класс А где ты уже выступал? С группой? С коллективом? Сейчас я вместе с друзьями Мы делаем группу Мы только начинаем У нас пока нет никаких песен Мы вот сейчас ищем, соответственно, солиста У нас уже есть, соответственно, я барабанщик и два гитариста А с направлением музыки определились? Да, это будет альтернативный рок Слушай, классно Но если за год ты уже сумел достичь таких успехов Я боюсь представить, что будет дальше Это просто скорость геометрической прогрессии Я желаю тебе искренних успехов А мы переходим к команде «Зеленых» Ребята, привет! Здравствуйте! Технологию знакомства вы уже поняли Поэтому рассказывайте о себе Давай начнем с тебя Я в девятом классе Учусь в Амгоке Зовутся Сергей Бобровнич Приятно Занимаюсь месяца два А за эти два месяца занятия робототехник Кто тебе больше всего понравился? То есть ты планируешь дальше заниматься этим? Или уже понял, что это не твое? Нет, планирую Планируешь развиваться в этом направлении? Да Круто Давай познакомимся с твоим коллегой Привет! Здравствуйте! Меня зовут Егор Я учусь в девятом классе В Амгоке Участвую по робототехнике Где-то два года Не так, как участники В фиолетовой команде Таких успехов я еще не достиг Один чемпионат оригинальный выиграл Второй занял второе место Сейчас готовлюсь к третьему Региональному чемпионату Надеюсь, пойду выше А что самое сложное В подготовке к чемпионату? Совмещать с уроками Много долгов иногда может получиться Чем ты увлекаешься, помимо робототехники? Ну еще я катаюсь на беймиксе Делаю разные трюки Катаюсь я непрофессионально Чисто для себя Ну что, спасибо за знакомство Большому кораблю большое плавание Перед началом нашего путешествия Дадим слово независимому эксперту С нами на связи капитан атомного ледокола 50 лет победы Дмитрий Лобусов Дорогие друзья Участники шоу-профессии Мне, как капитан атомного ледокола 50 лет победы Особенно приятно, что вы заинтересовались судостроением Это важная отрасль промышленности А для моряков ведущая От вас будет зависеть Какие суда будут в море Насколько они будут эффективными Комфортными для гейпажа Я желаю вам удачи 7 футов под Кирюм Также с нами на связи Заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала На Дальнем Востоке Иван Ефимов Дорогие ребята Приветствую вас на шоу-профессии Как сказал капитан ледокола 50 лет победы Дмитрий Викторович Отрасль судостроения Становится востребованием нашей стране Приоритетом развития Российской Арктики На ближайшие десятилетия Является Северный морской путь Где планируется создать Новые сотни рабочих мест Желаю вам стать профессионалами В своем направлении И уверен, что благодаря вам Россия останется великой морской державой Успехов вам! Спасибо за поддержку СПОШ у нас тоже в некотором роде эксперт Он очень долго ждал этого выпуска Потому что сегодня мы будем программировать роботов Но для начала СПОШа Расскажи нам про отрасль судостроения В которой эти роботы применяются Шитик Карбас Раншина Знакомы ли вам эти слова? Так в древние времена Называли различные палубные суда Они были далекими предками привычных нам кораблей Сегодня судостроение в России набирает обороты И с каждым годом Увеличивает объемы производства судов Различного назначения От военных и промысловых кораблей До катеров, сухогрузов и танкеров Кстати, именно в России строят Самые большие в мире подводные лодки и ледоколы Их легендарный представитель Арктика Был выпущен еще в советское время Сегодня это самый мощный ледокол Который может преодолеть лед толщиной до 3 метров Он обслуживает Северный морской путь И проводит экспедиции Прямо на Северный полюс Большое внимание Уделяется развитию арктической зоны И здесь на помощь приходят современные технологии Промышленная робототехника в судостроении Позволяет эффективнее исследовать Арктику Проводить разведку льда, айсбергов и подледных участков Кроме того, роботов используют и при строительстве самих судов Им доверяют сварочные работы, лазерную резку, нанесение покрытий и многое другое Спасибо СПО С каждым выпуском мы узнаем все больше отраслей Ну а сейчас пришло время проверить знания наших участников В традиционной викторине на шоу профессии Вопросы будут про роботов, но не напрямую Ваша задача максимально быстро ответить правильно Все очень просто Я задаю вопрос, зачитываю варианты ответов После этого поднимаете руку, если знаете правильный ответ И отвечаете, команда, которая сегодня победит в этом состязании Получит дополнительный балл к общему зачету Правила понятны? Да Тогда приступаем, первый вопрос Кто автор термина робот? Айзек Азимов, Карл Чапик, древние греки, Герберт Уэллс Пам-пам-пам-пам Вы занимаетесь робототехникой, не знаете автора термина робота? Мы это не знаем, откуда Не знаю, древние греки пусть будут Приняты ваши версии Герберт Уэллс Теперь узнаем правильный ответ Слово робот придумано чешским писателем Карлом Чапиком И его братом Йозефом в 1920 году А вот термин робототехника придумал писатель Айзек Азимов Следующий вопрос Какое название имеет автоматическая машина, состоящая из исполнительного устройства в виде манипулятора? Варианты ответа Манипуляционный робот, управляющий робот, мобильный робот, автоматический робот Давай, фиолетовый Я думаю, это автоматический робот Ваша версия? Манипуляционный робот Манипуляционный робот Ваша версия такова И это совершенно правильный ответ Так что вам засчитывается балл Пока 1-0 Двигаемся дальше На какие два класса делят роботов широкого назначения? Варианты ответов Гусеничные, летающие Манипуляционные и статичные Мобильные и автоматические Мобильные и манипуляционные Пожалуйста Мобильные и манипуляционные Это совершенно правильный ответ Поэтому вы сравняли счет Пока 1-1 Двигаемся дальше Как называется человекоподобный робот? Варианты ответов Андроид Киборг Механоид Автоматон Андроид Андроид Они успели Это действительно правильный ответ В честь изобретателя роботов Анри Трох Кто из художников Создал первый в истории Чертеж робота Найденных в 1950-х годах? Варианты ответов Пабло Пикассо Леонардо да Винчи Ван Гог Казимир Малевич Леонардо да Винчи Итак, правильный ответ Автором детальных чертежей Механического рыцаря Способного сидеть Раздвигать руки Двигать головой Открывать забрало Был Леонардо да Винчи Поэтому вам защитивается балл Двигаемся дальше Кто придумал три закона робототехники? Без вариантов ответов получится? Нет, не получится Вариант ответов Айзек Азимов Альберт Эйнштейн Норберт Виннер Леонардо да Винчи Айзек Азимов Обязательные правила поведения для роботов Впервые сформулировал Айзек Азимов В рассказе 1942 года Хоровод Интересный вопрос Вообще фантастический Какая страна первой в истории Предоставила гражданство роботу В 2017 году? Варианты ответов США Россия Саудовская Аравия Япония 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 Ваш? Япония Япония А теперь правильный ответ В 2017 году робот София Получила гражданство Саудовской Аравии Став первым роботом Который когда-либо имел гражданство Так что в чем-то японцев опередили Следующий вопрос Коллектив Компрессор Хэц Необычный музыкальный квартет Состоящий из роботов Слышали что-нибудь о таком? Я тоже нет Но тем не менее Какую музыку они играют? Джаз Рок Классическую музыку Хэви метал Я думаю джаз Джаз Классическую А они играть Хэви метал В общем никто не угадал Роботы Метал Поэтому мне кажется Здесь супер логично было Двигаемся дальше Еще парочку вопросов Цель ассоциации робофутбола При помощи команды роботов Одержать победу Над командой людей На какой год Они запланировали игру? 2100 2050 2027 2021 год Как вы думаете в каком году Это может произойти? 2021 Вот сейчас Прямо в следующем году Ты веришь? Верю В робототехнику? Верю В 2027 В 2027 Тем не менее Это запланировано На 2050 год Поэтому это случится Пока еще не скоро Но мы увидим Ну может быть вы ускорите процесс Команда зеленых И они получают дополнительный балл Общему зачету Вас поздравляю Вы чуть-чуть оказались ближе к победе в сегодняшнем испытании Предстоящее соревнование потребует навыков программирования робототехнических комплексов Подробнее об этом расскажет наш эксперт Чемпион мира и главный эксперт КИДСКИЛС по компетенции промышленная робототехника Иван Кучеренко Здравствуйте, Иван Расскажите, что сегодня предстоит нашим участникам Ребята сегодня будут выполнять модуль по лазерной резке Которая в том числе используется при судостроении Задача ребят основной состоит Запрограммировать два комплекса У каждой команды это свой комплекс На промышленном роботе Соответственно запрограммировать нужно лазерную резку Для того, чтобы робот выполнял управляющую программу И выполнял вырезание для управляющего щита Мы готовы к отплытию Время у команды ограничено Поэтому скорость выполнения задания тоже важна Сейчас мы переместимся в лабораторию робототехники Где эксперт поставит задачу А командам нужно будет спланировать свои действия И приступить к выполнению задания Вы готовы? Готовы? Тогда из ПОша команду Роботы ждут Отдать швартовые Здравствуйте ребята Сегодня у нас с вами необходимо выполнить лазерную резку на счетовом устройстве для судостроения Соответственно вам необходимо Первое это проверить кабели подключения Выполнить мастеринг робота Затем мы с вами выполняем установку лазерного инструмента Откалибровать лазерный инструмент И затем четвертым пунктом перейти к программированию Соответственно написать управляющую программу для того, чтобы лазер работал У вас на все есть два с половиной часа Все инструкции прилагают Приступайте Давай так Ты начнешь собирать его Я учиться С проводами разберусь Перчатки одевай И проверяй провода То есть смотри По заданию нам нужно сейчас собрать провода Ты будешь остановить? Я говорю Гайки, тебе на что? Ты это имеешь в виду? Да. Типа шурупы? Конечно. Ну, гайки нужно что-то делать. Сейчас. А я понял, что ты имеешь в виду, да? Да. Ты имеешь в виду вот эту историю? Конечно. Чтобы он не болтался? Вот. Ты на первом болте не наделал? Вот, раз. Ну, и вторая должна быть. Смотри. На первом болте у тебя нет. Под гайкой шайбы. Есть. Под этой? Ну, да. Все, я понял. Все, я понял. Я достаточно долго учился. Я готовился к национальному чемпионату WorldSkills. Джуниор. И успешно его прошел. Планирую в будущем связать с этим карьеру. Для того, чтобы уметь управлять роботом, нужны знания математики, информатики, физики и, соответственно, практика. Шпон. Шатается. Это очень плохо. Ты будешь перекручивать? Я думал, лучше перекрутить. Не перекрути. Я состою в национальной сборной России по оппетенции промышленная робототехника WorldSkills Russia. Начал заниматься я робототехникой около пяти лет назад. Мне тогда было 14 лет. Я пока задания почитаю. Давай. Ну, давай тогда ты доделай. А то у меня не очень хорошо это получается делать. Я заметил. Да. Я тогда займусь дальше программными делами. Первый раз поучаствовал в соревновании. Как говорится, просто понравилась данная компетенция, понравилось заниматься роботами. Ну, и решил дальше продолжать. Я занимаюсь программированием. Для меня это интересно. Пусконаладкой и монтажом роботов я не занимаюсь. То есть полное погружение в программу робота. То есть написание движения, написание логики. Симуляция через посторонние программы, через ПО. Начал с каких-то низов. То есть постепенно проходил какие-то курсы. Постепенно участвовал в каких-то соревнованиях. Сир, можешь подержать? Вот так. Меня позвал мой друг участвовать. Ну, и я начал участвовать. Здесь, в Технополисе, меня учили навыкам программирования робота. Подержи. Вот так. Сюда достаточно спонтанно попал. Мне просто в один момент позвонил друг и сказал, что ему нужен напарник. До этого я вообще никак не занимался. То есть я ездил в Технополис, но на другую компетенцию. Видел роботов до этого. Ну, так тесно с этим не был знаком. Юстировка. Ну да, юстировка. Нам уже нужна эта специальная отвертка. отвертка робот за которым мы сегодня работали это робот компании фанук также есть роботы компании кука достаточно много разных компаний которые выпускают этих роботов они достаточно однотипны но у них есть возможность заменения инструмента благодаря чему они достаточно универсальны то есть можно использовать как лазерную резку так и захват для загрузки выгрузки станка сварочный аппарат поэтому этот робот достаточно универсальный на фанаке то что это гораздо то есть там легче писать программ там просто нажимаешь вот там уже все программы пишет а здесь на куки им нас руки все писать на этом есть манипулятор а на этим именно клавиши x y z пояса если два робота взять то на фанук я обработал просто фанук дороже и новее ну и программными писали гораздо проще в плане с кукой мне проще потому что я на ней больше работал так сказать лучше я знаю на куки удобнее ну чисто из-за того что я на ней больше работал сейчас я посмотрю название как и должно быть если оно тут и есть сигнал еще перепиши хорошо сейчас какая там папка должна быть смотря что ты хочешь сделать я хочу начать программировать в плане ты либо хочешь обвести квадраты либо круги 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 это циркл программа называется он основное преимущество такого робота перед человеком в том то что этот процесс именно автоматизирован и он может работать круглосуточно а в случае с человеком человеку нужны перерывы и не всегда это будет работать на сто процентов нужно только привычная настройка и в дальнейшем человек нужен максимум для обслуживания робота например приходил у нас профессор один то есть он занимался специальные были коллаборативные роботы через которых он пытался создать проект по жалению волос в голову человека ну то есть пересадка волос ну допустим и изготовка на каких-то лекарственных препаратов сейчас этим занимаются люди могли бы сделать роботы это было бы гораздо быстрее и качественнее на мой взгляд и допустим кассиры они тоже могли их заменить роботы и это было бы не было бы меньше было бы очередей допустим и и люди проходили бы быстрее изначально у нас компетенции для одного человека два человека нужно для того чтобы распределять равномерно нагрузку мы также распределили на равномерно нагрузку какую-то часть заданий выполнял я какую-то мой партнер благодаря чему мы смогли справиться с заданием с помощью пульта мы программируем робота мы можем его передвигать помощью пульта а также писать программу которую в итоге проходит робот для того чтобы этот процесс был автоматизирован проблема знаешь у него ось ходит в сингулярность прикольно звучит круто звучит очень печально что может быть нужно как он двигается плохо что-то выпало с него иди забери по моему это твоя ошибка да 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 забери это этот я пытался вставить ну да круто сделал чтобы он я видел вот теперь видишь он двигает они джойн теперь если мы шестая вы походу неправильно я походу неправильно закрутила что захват на старте у нас была небольшая проблема с установкой робота инструмент был не совсем корректно установлен но я решил эту проблему я особо не занимаюсь монтажом робота у меня с этим есть небольшие трудности как бы но сначала неправильно приводили получается наше оборудование пришлось перекручивать затягивать и так далее ну потратили немного на это время он не не хочет ехать дальше потому что перекрут потому что нужно сделать нет 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 верни как бы стоит смотри что смотри я тебе что руками не в мировом не в мировом я делаю столько пятую только пятый смотри эти фокус подвинь только пятый эти фокус покажу окей все теперь мировой делать делай мировой делать и пропадет снеггарность ну ты умный задание было вырезать с помощью лазерной резки детали мы с ним успешно справились это была имитация в полном виде ну была бы специальная подложка для того чтобы лазер не прорезал основание на котором стоит деталь и рабочий лазер бы вырезал детали бывают какие-то острые моменты но только из-за нарушения техники безопасности данный робот и достаточно безопасны при соблюдении всех условий техники безопасности мы сегодня обводили лазером сготовки круги и квадраты это был бы автоматический режим и но были бы гораздо крупнее задач не только там водить круги просто сварка какая-нибудь перетаскивание деталей задача была средней сложности принципе трудностей было не очень много но они были мы сначала путались как закрутить инструмент в робота чтобы он работал и были трудности допустим обводить круг перетаскивать и и класть мы делили получается 50 на 50 работу я делаю допустим это 60 процентов кругов он делает 40 процентов кругов но еще делает получается квадрата сложности на самом деле возникают почти всегда иногда мелкие иногда большие есть проблемка я понимаю чем речь идет но ошибка не сбрасывается тип и что у меня в основном это связано из-за того что там перенагружая соответственно устаешь внимательность уменьшается так сказать внимание но сейчас мы занимались то есть мы делали лазерную резку сегодня пока без лазера я бы хотел заниматься продажей готовых комплексов с использованием промышленных роботов для этого сейчас я оканчиваю школу после чего я иду в университет что поможет мне заниматься тем чем я хочу а дальнейшем думаю создать что-то свое с данными роботами открыть какое-то производство может быть создавать какие-то вещи также продавать я бы хотел вот это увлечение получается чтобы это была моя профессия в будущем делать программы чтобы они работали но в цехе думаю в течение там десяти лет уже будет все по крайней мере более менее роботизированы перспективно это как бы искусственный интеллект но это не скоро еще будет то есть течение там двадцати двадцати пяти лет этим делом будет заниматься человек я считаю то что у нашей команды достаточно больше опыта чем противоположной команды соответственно у нас больше шансов на то чтобы показать лучший результат я оцениваю свою работу хорошо ну начнем с того что надо как минимум руку набить и так сказать практика нужно очень сильно потому что тут еще же вопрос стоит в скорости также еще усидчивость не помешало бы то скорость проблемы иногда бывают ты должен иметь терпение чтобы прийти к результату прийти к кому-то успеху не нужно как бы бросать руки на середине делали начать дела продолжать работать дальше и так и с одной из чемпионами то есть постоянно работать постоянно что-то новое узнавать достигать вершины мы закончили выполнение программы показываете так теперь покажите мне пожалуйста верно ли у вас указана масса инструмента на плите так отлично теперь пожалуйста покажите мне сам код программы дальше идем это все программы которые есть так программы сделаны хорошо теперь пожалуйста покажите мне скорость так отлично идем дальше это выполнили покажите мне основную программу с каких . на вас начинается какой заканчивается отлично теперь перейдите пожалуйста в ахом позишн чтобы я увидел координаты этой точки так это есть все спасибо вам большое вы хорошо выполнили задание окно показывайте что у вас получилось так так хорошо теперь покажите мне как вы указали массу инструмента так отлично теперь давайте посмотрим как вы подписали сигналы так хорошо пойдем дальше теперь покажите мне под программы здорово теперь покажите мне какие координаты домашней позиции в основной программе так ага здорово все ребят спасибо за работу спасибо наибольшее число промышленных роботов на сегодня задействовано в автомобильной промышленности за не следует электронная и электротехническая тройку лидеров замыкает машиностроительные и металлообрабатывающие отрасли применяются они и в судостроении а подробнее об этом расскажет один из самых продвинутых роботов спош во многих производственных процессах вместо людей используются промышленные роботы специальные устройства каждая из которых способна производить различные операции производители современных роботов и модульных систем дают большую свободу действий широкий выбор основного и вспомогательного оборудования устройств захвата и тому подобного позволяет роботизировать производственные линии в любой сфере и достигать высокой окупаемости затрат повышая производительность труда и снижая потребность персоналя среди основных производителей активно представленных в россии роботы компаний фанук и кука промышленные роботы фанук производится японской компанией фанук корпорейшн кука немецкая компания производитель промышленных роботов благодаря современным технологиям сотрудничество человека и робота имеет огромный потенциал для всех отраслей команды в студии сейчас мы услышим комментарии с первых рук каково это управлять настоящим роботом но сначала мы с с по 8 хотели бы задать несколько вопросов нашему эксперту иван и так первый вопрос какие самые сложные задачи могут выполнять роботы роботы промышленные могут выполнять абсолютно любую задачу такую же что он может выполнять наша рука соответственно наверное самых сложных операций это именно в области медицины когда необходимо выполнять какие-то определенные надрезы разрезы сшивания и так далее то есть ответственно это уже отдельный класс роботов которые супер защищены у которых там не может случиться какой-то протечки масла еще чего-то супер стериль стерильные роботы вероятно какой язык программированию нужно выучить чтобы управлять роботами мы говорим сейчас они о каком-то конкретном бренде соответственно у каждого бренда есть свой собственный язык программирования не плюс-минус схожи в плане того что здесь нажми вылетит какая-то менюшка здесь нужно будет ручками написать соответственно а у всех он разный но плюс-минус похожи то есть там это какое-то базовое программирование понятно где можно обучиться компетенции промышленная робототехника на самом деле очень много сейчас где можно обучиться данной компетенции взять там тот же самый мгок еще есть достаточно большое количество школ по москве которые участвуют в world skills занимаются промышленной робототехники могут готовить по промышленной робототехники соответственно по москве их очень много также есть регионах в санкт-петербурге есть где угодно прекрасно а если по вашему экспертному мнению что-то что люди пока делают лучше чем роботы тут на самом деле очень сложно сказать я считаю что роботы в принципе способны выполнять абсолютно любую задачу отлично потому что у них нет вот этого самого человеческого факта то есть я один раз запрограммировал идеально оттестировал и он эту задачу будет столько же выполнять а у человека там есть настроение там погода много всяких факторов вроде бы и грустно вроде бы хорошо после информации стало на душе как роботов применяют в судостроении на самом деле по разному потому что судостроение тоже не изначально у нас есть какой-то остов а это все очень очень долгий процесс как с тем же самым машиностроение то есть изначально есть какая-то деталь потом эти детали в совокупности дают нам каркас потом добавляется еще кучу кучу детали соответственно роботы могут использовать как вот при лазерной резки различных деталей а в сборке каких-то щитовых комплексов которые у нас используются на корабле там как спонта навигация а еще какие-то командные центры то есть вообще все что угодно робот может делать управление промышленными роботами это опасно наверное это опасно но за счет того что если мы говорим опять же про какое-то крупное хорошее производство где используются различные датчики и робот умеет с этими датчиками взаимодействовать как только я переступил черту робот остановился все он меня не может тронуть ничего не произойдет до тех пор пока я ему не скажу что все в порядке все хорошо то может двигаться он после этого еще раз все считает под датчиком если человек в зоне и после этого начнет работать можно ли научить роботы управлять другими роботами ну наверное чисто теоретически можно использовать так мы вопрос философский когда роботы захватят мир никогда они не смогут это сделать потому что изначально для того чтобы запрограммировать робот нужен человек без человека робот ничего не сможет сделать спасибо большое вам за ответы на вопрос я думаю что многие зрители узнали больше информации о том как применяет роботов в судостроении с нами на связи капитан атомного ледокола 50 лет победы дмитрий лобусов друзья вы молодцы я надеюсь что глядя на вас и другие школьники заинтересуются судостроением сегодня вам сделан первый шаг на пути профессии будьте верны своей мечте и настойчиво достижение цели какие бы преграды не стояли на вашем пути я убежден что вы справитесь верьте в себя и не останавливайтесь на достигнутом спасибо ну что настал самый волнительный момент оценка работы команд иван скажите пожалуйста по каким критериям мы оценим работы команд и сколько баллов полагается за каждый соответственно исходя из того что у нас был всего лишь один модуль а в принципе в компетенции предусмотрено что это пять модулей то это 25 баллов всего так как на критерии это такая небольшая тайна для участников поэтому я назову лишь парочку из них для того чтобы сделать общее понимание соответственно необходимо было откалибровать инструмент необходимо было добавить его массу для того чтобы робот понимал что она какая масса на него висит на шестой оси необходимо было правильно назвать программу необходимо было задать скорость траектории движения ввиду того что это очень важный процесс и если скорость будет где-то больше где-то меньше робот либо не успеет вырезать изделие либо успеет где-то оплошать и одним из последних критериев является отсутствие сингулярности на сто процентов прохождения программы если участники морально готовы то я предлагаю приступить к оценке их работ начнем с команды фиолетовых соответственно ребята вы достаточно хорошо справились заданием правильно собрали инструмент несмотря на то что у вас как вы помните возникли проблемы кстати расскажите в чем была именно сложность сложно было в том потому что мой коллега он не совсем корректно изначально установил инструмент но я взял под контроль эту проблему и решил и соответственно это ну наверное одна из самых больших проблем которые у вас было именно установка инструмента потом а у вас все пошло гораздо лучше по итогу мы посмотрели с вами вашу программу насколько вы помните вы все сделали грамотно расстояние от лазерной головки до самой заготовки было верное она была постоянная то есть она не менялась как это принято в лазерной резки а также если вы правильно помните вы указали правильно массу инструмента что тоже являлось очень важно а затем вы создали две подпрограммы как того требовалось задание а и установили верную скорость соответственно чем я вас поздравляю вы получаете самый высокий балл это 25 баллов я вас тоже поздравляю пока вы лучшие но сейчас повисла интрига мы узнаем как же его наценит работу команды зеленых переходим к ним соответственно ребят по поводу вас вы тоже достаточно хорошо справились заданием но к сожалению было у вас на маленькая проблемка то проблемка которую вы могли спокойно избежать если вы внимательно читали задание может скажете какие у вас есть предположения по этому поводу где именно вы могли ошибиться масс правильно это масса инструмента соответственно по поводу вашей программы вас идеально все проходило то есть лазерная головка соблюдала расстояние по всей траектории то есть зазор не превышал там 10 миллиметров далее у вас программа хорошо написано она идет очень четко очень грамотно затем а вы точно так же как и ребят из фиолетовой команды подписали все сигналы подписали под программы соблюдали скорость полностью но к сожалению вот масса инструмента вас подвела связи с этим у вас получается не 25 баллов а 23 но тем не менее что этот личный результат да в любом случае это очень хороший результат вы большие большие молодцы иван мы причалили к берегу сейчас необходимо официально объявить того кто добрался первым соответственно как я уже сказал ранее несложная математика сложная математика победила команда фиолетовых команда фиолетовых сегодня является победителем нашего состязания ну поздравьте сами себя радость на лицах и счастье ну я от себя также хочу поздравить команду зеленых ребята вы красавцы и я надеюсь что будучи робототехники в надежных руках иван спасибо вам большое за то что сегодня уделили время нашим участникам поделились им опытом и ответили на интересные вопросы наших зрителей касаемо судостроения и в частности робототехники спасибо вам спасибо сегодня промышленные роботы применяются почти во всех машиностроительных производствах давайте посмотрим какие задачи могут выполнять роботы в реальной жизни судостроение является отраслью которая обладает большим производственным и научно-техническим потенциалом влияющим на развитие технологии в остальных важных промышленных отраслях для раскрытия этого потенциала на предприятиях происходит роботизация сварочных процессов кроме сокращения времени сварки и улучшения качества швов наблюдается значительный подъем внутренней логистики и производственного цикла объемные сварочные работы производятся быстрее эффективнее и с наименьшим количеством прямых затрат труда актуальность роботизированных комплексов особенно заметно при сборке и сварке типичных конструкций в габаритных суднах таких как сухогрузы танкеры и лайнеры имеется огромное количество подобных деталей таких как бимсы карлингсы полубимсы люки горловины и другие что уж говорить о том что роботы не умеют ошибаться ведь цена ошибки в судостроении очень высока поэтому будущее за роботами мы с спош и благодарим наших участников теперь я не единственный человек приручивший робота если вы хотите тоже приобщиться к робототехники то вот вам домашнее задание познакомьтесь с миром промышленных роботов изучите сферы где эти роботы применяются скачайте и установите программу робогайд просмотрите инструкцию по работе в программе создайте в программе проект выбрав в нем робота и лармейт 200 айди слэш 7 л обязательно добавьте инструмент для лазерной резки он находится в стандартном каталоге программы выполните калибровку инструмента добавьте в проект фигуру на которой будете выполнять лазерную резку она есть в стандартном каталоге программы выполните виртуальную лазерную резку и снимите небольшое видео о проделанной работе отмечайте свои работы хэштегом дз шоу профессий отрасль судостроения изучено мы настроили роботов и научили их производить детали для будущих кораблей и не только за это командам конечно полагаются подарки поэтому забирайте этого это лишь одна из множеств компетенций на очереди отрасль авиации шоу взлетаем в следующем выпуске спасибо нашим участникам экспертам и вам дорогие зрители что были вместе с нами не забывайте про домашнее задание еще увидимся пока 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 и Субтитры подогнал «Симон»